4 июля в Ярославской области стартовал туристический сезон. Возобновили работу гостиницы и музеи. В свои двери открыли туристские информационные центры. В Угличе первых гостей встречали угощениями и подарками. У нас сегодня сюрпризы для наших первых туристов. Мы обращаем билеты. Вам бесплатно на посещение музея кожевиного мастерства. Это открыт только-только открылся. На улице Островского очень интересный музей. И второй билет это Углический музей государственный, Углический крем под благодатным покромом. С открытой датой в любое время. Хочете сегодня, хотите когда-то заберетесь, приезжайте. Спасибо большое. Заходите. Спасибо, что тебе приятно. Мы узнали про мероприятия в соцсетях, и поэтому мы сегодня здесь посмотреть и отдохнуть, а заодно совместить приятное с полезным. Это один из городов Золотого кольца. И важно, что здесь есть туристический информационный центр, в котором собираются все локальные продукты и какие-то объекты показа, которые можно будет посетить туристу, посетив этот замечательный древний город. В каждом районном центре есть ТИЦ по задумке. И по-разному очень они представляют свои районы. Вот где-то вообще ничего непонятно не слышно. Про ваш ТИЦ есть информация в соцсетях, и поэтому даже мы решали, куда нам съездить в субботу, и приняли решение в это направление двинуть. Были организованы дегустация продуктов местных производителей, бесплатные мастер-классы и экскурсии. Туристов встречал символ Ярославской земли – медведь. А как сделать, чтобы пчелы тебя не сусали на фронтопастину? Кроме, кроме как костюм. Просто дниш. Старинная легенда гласит, что давно-давно медведь спасался от своих преследователей и на Углической земле припал к источнику. Испил воды из этого источника, все его раны зажили, он исцелился и с новой силой пошел покорять, так сказать, Ярославские земли. Мы довольны тем, что у нас получилось. На следующей неделе у нас будет готовая новая туристическая карта, которую мы разместим около Никольского моста, и для того, чтобы наши туристы смогли уже более-менее хорошо ориентироваться по городу. Мы на прошлой неделе запустили новый сайт туристко-информационного центра, где собрана вся информация по нашим туристическим ресурсам города. Мы с оптимизмом смотрим в будущее однозначно. Думаем, что все будет хорошо. Даже несмотря на то, что не очень хорошо начался этот сезон. В новый сезон туристский информационный центр «Углич» вошел обновленной командой, которую возглавила советник по туризму Лариса Горбунова, специалист с большим опытом. Лариса Вячеславовна рассказала о том, какие убытки понесли работники турбизнеса в последние месяцы и какую помощь им оказала администрация района. В нашей думе принято решение о снижении единого налога на вмененный доход для предприятий турсферы на 50%. Кроме того, заморожена пока арендная оплата для муниципальных музеев. Мы мониторим также возможности получения господдержки нашими туробъектами. И вот уже 10 предприятий турсферы получили субсидии на выплату заработной платы, беспроцентные кредиты. Но, как оказалось, не все могут получить эту поддержку. Поэтому мы направляем письма в департамент туризма Ярославской области. И далее они направляют наше предложение в Ростуризм, Минэкономразвитие и Госдуму, для того, чтобы расширили перечень туробъектов, которых необходимо поддержать. Мы одни из первых, кто получил первый кредит, скажем так, от Сбербанка на зарплату. Это было в середине апреля еще. А второй кредит мы получили буквально в первых числах июня. И этот кредит уже на хозяйственную деятельность, и он нам очень помог, потому что мы смогли рассчитаться по долгам с поставщиками. Потратить также на налоги. Нам, кстати, простили налоги за второй квартал. В Угличе к новому туристическому сезону открылось несколько новых музеев и экспозиций. Хозяева музея Кожевиного ремесла идут в ногу со временем. И не только рассказывают об уникальных экспонатах, собранных по всему миру, но и предлагают сувениры собственного производства. В период становления самого сложного этапа в любом деле выжить в условиях карантина было тяжело вдвойне. Если бы не поддержка государства, то, надо сказать, неизвестно, что бы в общем было. Мы получили субсидию президентскую, то есть на каждого работника. И взяли кредит беспроцентный, нам одобрил Сбербанк. И сейчас еще оформляем также и двухпроцентный кредит тоже на развитие нашего бизнеса в условиях вот этой пандемии. У обновленной и дружной команды турцентра амбициозные планы и множество свежих идей. У советника главы района Ларисы Горбуновой обозначена концепция дальнейшей работы по развитию всех видов туризма в Угличском муниципальном районе. Работы, конечно, очень много. Прежде всего, мы занимаемся сейчас над созданием благоприятного имиджа нашего города и района. Также у нас разрабатывается новый бренд нашего города, о котором скоро все узнают. Общая цель у нас, конечно, сделать город привлекательным, наполненным интересными яркими событиями и для туристов, и для угличан. Продолжение следует...